Всем привет! Меня зовут Андрей Кузьмичев и сегодня у меня на тест-драйве китайский кроссовер Черед Тига 7 2019 года выпуска. Автомобиль в максимальной комплектации Элит. Двухлитровый 122-сильный бензиновый двигатель, вариатор, салон из искусственной кожи, круиз-контроль. Обратите внимание на дизайнерское решение. Повторитель поворота расположен на двери. У автомобиля бесключевой доступ. Нажимаем на кнопочку, автомобиль открылся, садимся. Вот так вот выглядит передняя часть салона. В салон искусственная кожа, кожа перфорированная. Сидения удобные, мягкие, хорошая боковая поддержка и поддержка бедер. У водительского сидения электрорегулировка в шести положениях, даже есть поясничная поддержка. У пассажирского переднего сидения механическая регулировка. Давайте посмотрим водительское место. В общем-то здесь все на своих местах. Есть руль, есть педали. Рулевая колонка регулируется только по наклону, по вылету не регулируется. Но давайте теперь подробнее. На приборной панели тахометр, спидометр и дисплейчик с разной информацией. Управление дисплеем осуществляется в левой части руля. Вот так вот. Нажимаем и меняются разные информационные показатели. Это меня на ТО приглашают. Вот такая здесь менюшка. Звуковой сигнал есть. И еще в левой части руля находится управление круиз-контролем. Слева от водителя управление стеклоподъемниками и блокировкой дверей. Кстати, при движении автомобиля двери сами не блокируются, приходится на кнопку нажимать. Вот в этой части управление зеркалами. Так, ну вот здесь стандартное управление поворотниками и светом. Есть функция автоматического включения фар при вождении в темное время. Есть передние светодиодные ходовые огни, противотуманки. При повороте включается изображение с передней камерой и с камеры в сторону поворота. В ночное время при повороте включаются противотуманки. В правой части управление щетками стеклоочистителя переднего и заднего датчика дождя нет, приходится вручную выбирать режим работы щеток. Ну и в правой части руля управление мультимедиа-системой, а также есть подогрев руля. Вот собственно сама мультимедиа-система. Телефон к ней подконнектил, музыку слушал, эквалайзера не нашел. Но звук здесь в общем-то неплохой. Так, на троечку. Шесть динамиков в автомобиле. Есть задние и передние датчики парковки. Камера заднего вида системы динамической разметки. Система кругового обзора. Изображение на экране мультимедиа-системы с камер кругового обзора просто ужасное. Климат-контроль раздельный. Кнопки подогрева водительского и пассажирского сидения. Это шайба-муляж, старт двигателя и рычаг управления вариатором. Кстати, он не очень удобный. Он ходит по какому-то лабиринту. И вот здесь не отображается, какой режим в данный момент выбран. Режим выбора движения отображается только на экране приборной панели. Боковые зеркала с подогревом, большие, все видно хорошо. В лобовом стекле довольно-таки противная сетка из нитей нагрева. Смотришь на дорогу, словно через женские колготки. Ночью, а еще если лобовое стекло мокрое, то огни дорожных фонарей превращаются в звезды. Кому-то эта сетка перед глазами не мешает, но мне мешает. И причем очень сильно. Зеркало заднего вида. Так, вот здесь управление салонным освещением. И есть отделение для очков. Солнцезащитные козырьки с косметическим зеркалом, но без подсветки. Ручник здесь механический. Есть парочка подстаканников. И в одном подстаканнике стоит пепельница. Вот здесь еще такая штука есть. Вон там прикуриватель и USB разъем. А еще один USB разъем прячется вот здесь спереди, внизу. Вон, видно его. А также здесь есть еще один прикуриватель. Тормоза здесь как-то странно работают. При нажатии на педаль тормоза сначала ничего не происходит. Тормоза начинают схватывать только где-то в конце. Сейчас мы едем в ЭК-режиме. И автомобиль разгоняется очень спокойно. Но достаточно переключиться в спорт-режим. И автомобиль, в общем-то, становится болезвее немножко. Ну и жрать бензин, наверное, больше начинает. Вот сейчас скорость 57-58 км в час. Вот как вам шум? До 90 успел разогнаться. Управляется автомобиль странновато. Такое ощущение, что руль отдельно, автомобиль отдельно. Необычное ощущение. Что касается расхода бензина. Напоминаю, автомобиль заправляется 92-м бензином. Когда я его забрал и по пробкам доехал до дома, то расход у меня был в районе 12 литров. На следующий день мы поехали на дачу, шли в основном по трассе. Расход снизился до 9,1 литра на сотню. Но вот сейчас я проехал уже 397 км. И средний расход 11 литров на сотню. В задней части салона места, в общем-то, полно. Для задних пассажиров есть воздуховоды и подогрев кресел. Для всех пассажиров есть ручки. А у водителя нет. Лючок бензобака. Открывается из салона. Движок 2 литра, 122 лошади. Вариатор. Крышка капота держится на кочерге. За декоративной решеткой сразу идет радиатор. Вон он уже немножко покоцался от влетающих камней встречных. У автомобиля 18 диски. Клиренс 19 сантиметров. Привод только передний. Подвеска довольно-таки мягкая. Не гремит. Крышка багажника без электропривода. Никакой кнопки нет. Открываем и закрываем ее рукой. Багажник. 414 литров. Если сложить задний ряд сидений, то объем багажника увеличится до 1100 литров. Полноразмерного запасного колеса нет. Здесь докатка. Световая проекция логотипа на асфальт при открытии двери. Ну вот с таким китайским кроссовером Chery Tiggo 7 мы познакомились в сегодняшнем обзоре. Покупать его или нет, каждый решает для себя сам. Лично я не отношу себя к потенциальным покупателям данного автомобиля. Ну на этом я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока. А видео на речную тему, конечно же, еще будут на моем канале. Увидимся.